За спиной у обеих команд по одной игре, где каждая из них одержала грандиозную победу. Встречу Абхазии и Западной Армении на поле ждали все. По праву этот матч можно назвать одним из самых интересных для абхазского болельщика. В команды встречают переполненные трибуны столичного стадиона. Уже за час до начала игры все места на трибунах были заняты болельщиками. Флаги, шарфы, футболки, дудки – все атрибуты настоящих любителей футбола. В этот вечер создавали особое настроение. Активно нападать наша сборная начала с самых первых минут матча. Но игроки команды соперников оказались к этому готовы. В начале игры мячом преимущественно владела команда Абхазии. И уже на 10-й минуте матча нападающий нашей сборной Дмитрий Куртава открыл счет. Мяч оказался в воротах после нарушения правилу штрафной Западной Армении. После пропущенного мяча команда Западной Армении пошла в атаку. Некоторые из них могли завершиться голами, однако мяч не попадал в ворота. А абхазская защита показала себя настоящими профессионалами. Весь первый тайм игра была сложной и напряженной для обеих команд. К концу тайма у сборной Абхазии появился шанс удвоить свой успех. Обойдя соперников, наш игрок прострелил на дальнюю штангу. Но из-за нарушения правил арбитр гол не засчитал. Многоградные попытки забить мяч в ворота абхазской сборной предпринимала команда Западной Армении. Однако успехом они не увенчались. Так первый тайм закончился со счетом 1-0. В перерыве скандируя и размахивая флагами, весь стадион выказал поддержку нашей сборной. В этой игре с самыми активными болельщиками были самые юные из них. Мы пообщались с подрастающим поколением футболистов. Мы за Абхазию! Абхазия! Первый тайм был очень отличный. Кстати, энергично играет Абхазия. Что скажешь? Первый тайм был очень важный для нашей страны. Очень красивый гол был забит. Владение мяча, по-моему, было лучше. Больше они играли лучше. Я хочу, чтобы Абхазия в этом году заняла первое место в Конифа. Абхазия! 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 Первый тайм очень интересный. Первый тайм очень интересный, да? Да. Мне понравилось. Очень тоже. И кого болеет? За Абхазию. Мы за Абхазию болеем. Мы хотим, чтобы в этом году Абхазия стала сильнейшей. Второй тайм с самого начала был более напряженным и острым, нежели первый. Увеличивалось давление сборной Западной Армении. Немалая часть игры проходила у абхазских ворот. Не раз отличная игра вратаря спасала нашу сетку от пропущенного мяча. До конца игры счет так и не изменился. Сборная Абхазии одержала победу над командой Западной Армении со счетом 1-0. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 сборной заходили друзья и близкие, чтобы поздравить спортсменов с победой. Сами футболисты отметили успех по-своему. Поздравить национальную сборную пришли вице-премьер Шамиль Адзенба, председатель Госкомитета по молодежной политике Аля Савицба и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджел. Главный тренер абхазской сборной Джума Кварасхеля в интервью нашей телекомпании рассказал, в победе большую роль сыграл болельщик. Конечно, в первую очередь я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали все 90 минут, благодарить всех ребят за такую хорошую игру. Игра выдалась тяжелой, очень тяжелой, потому что у нас было, мы уже вышли в одну четверть, но место решает все. Мы должны быть первыми, мы играем дома. Спасибо вам всем. Автор единственного в этой игре победного для Абхазии гола Дмитрий Куртара признается психологически после такой победы легче. Но сейчас уже время думать о следующих играх. Вы видели все, болельщик сделал свое дело, мы сделали свое. Спасибо за атмосферу. Тяжело, это хорошая проверка для нас, я думаю, вы подтвердили, чего мы стоили. Эмоционально больше, но завтра или послезавтра игра. Это уже все, сейчас минуту попразднуем и забыли. А следующая игра нашей сборной состоится сегодня в 20.00 на столичном стадионе «Динамо». Абхазия встретится с командой Лапландии. Эленора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абазатовы.